Что оставит своим прислужникам подшкловский старец? Лукашенко болен. Очевидно, что он болен серьезно. И нет, это не какая-то сенсация. Ведь проблемы со здоровьем дряхлого диктатора начались давно. Но его ветшание прогрессирует. От образа сильного лидера, крепкого хозяйственника и мужика уже ничего не осталось. Синяя перебинтованная рука, которой он из последних сил держался за руку своего кремлевского хозяина, который вытащил его, больного и ковыляющего, позориться на публику на парад Победобесия в Москву. Это и есть воплотившаяся метафора про синие пальцы, которыми совхозный подшкловский диктатор цепляется за власть. Он уже не может пройти и пары сотен метров, не может произнести речь, не может даже ровно стоять на трибуне, качаясь от слабости. Он отменяет встречи. А пропаганда тем временем не знает, что сказать и что показать. А ведь у него лучшая медицина. Но похоже, что даже это уже не помогает. Как не помогают, судя по всему, и гримеры. Иначе почему на фоне столь широкого обсуждения плачевного состояния Лукашенко, о котором активно пишет и западная пресса, подшкловского старца никому не показывают? Где ваш первый? Фу. Ну, допустим, на этот раз его снова получится поставить на ноги. Допустим, болезни ненадолго отступят. Нам даже покажут его на хоккее с клюшкой или в поле с лопатой или косой. А в следующий раз? Уверен, этот вопрос сейчас вовсю, но в полголоса обсуждается в кабинетах и кулуарах каждого ведомства, правительства и его администрации. Ну и какой ответ приходит вам на ум, бывшие коллеги? О чем сегодня шепчутся чиновники, чекисты, силовики? Сколько осталось? И главное, что вам, свои прислуги и охранки, оставит одряхлевший диктаток? Что с вами будет? На днях один одиозный желтый пропагандист по фамилии Озаренок разглагольствовал о том, что в Беларуси вообще стоит отменить президентские выборы. И в этом все вы, диктаторские слуги. Вы же не представляете свои жизни без Лукашенко. Вы не способны на инициативу, не способны на принятие самостоятельных решений, не способны ни на что без прямого указания сверху. Причем указания именно Лукашенко. Ведь большинство из вас, хоть и ненавидит его, но боится. А всех остальных в вашем кругу вы просто ненавидите. И не доверяете, всегда готовые подставить друг друга. Настучать. Но вы понятия не имеете, что делать, когда стучать будет некому. Когда щелкать каблуками не будет перед кем. Система, в которой вы работаете, монолитна только до тех пор, пока в ее центре есть монолит. Но этот монолит потрескался и рассыпается у вас на глазах, оказавшись всего лишь не по годам ветхим старцем. На закате СССР им тоже управляли так называемые кремлевские старцы. Такие же дряхлые генсеки ЦК КПСС, Брежнев, Андропов, Черненко, которые умерли один за другим. Брежневу было 75. Андропову, который продержался после него всего два года, умер в 69. Черненко, не проживший и года на этом посту, умер в 73. Лукашенко скоро в 69. Это столько же, сколько было Андропову. И не намного меньше, чем Брежневу и Черненко. Выглядит он не лучше любого из них. Но отличие подшкловского старца от кремлевских старцев СССР в том, что система при них могла себе позволить тот хоровод смертей. И прожить еще немного, пока СССР не развалился совсем. У них была хоть какая-то партия, в ней была какая-то внутривидовая борьба. И она за несколько десятков лет своей партийной диктатуры выработала механизмы смены власти при сохранении системы. А что есть у вас, новоиспеченная Белая Русь, которая создавалась по поручению Лукашенко и под него исключительно? Совет Республики во главе с Качановой? Совбез во главе с ней же, если ее не отодвинет Вольфович? А может быть вы надеетесь на Путина? Так и ему 70. И он вместе с Лукашенко ведет сегодня войну, которую проигрывает. Так что оставит вам после себя ваш пропавший с радаров дряхлый хозяйственный? Какое хозяйство? Хаос? Стагнацию? Ответственность за войну? Коллапс? Русских господ, которые будут рваться на ваши места и выбрасывать вас на задворки развалившейся системы, вне которой вы не способны существовать? Возможно, для тех из вас, кто каким-то чудом до сих пор сохранил в себе человека, патриота, уклонился от совершения соучастия в преступлениях, кто все еще хочет служить своей стране и ее народу, прямо сейчас выпадает уникальный шанс. Шанс встать на сторону народа и демократических сил. Шанс покончить с обветшавшей диктатурой подшкловского старца. Помочь всем нам, белорусам, сохранить страну и повести ее вперед за цивилизованным миром, а не за железный занавес русского мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова